13.06 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». Меня зовут Светлана Занько. И напротив меня Николай Пихтин, член общественной палаты. Здравствуйте, Николай. Добрый день. Такое ощущение, что мы, знаете, в пору уже залечив какие-то окопы, кругом взрываются мины и гибнут люди. Вот, да, всё это не было бы там, всё было бы смешно, если бы не было так грустно, потому что четвёртый случай, когда страдает ребёнок, слава Богу, остался жив, а у нас и более трагичные исходы, уже вот буквально там недельные давности. И теперь уже вот очередное уголовное дело заведено на, я так понимаю, управляющую компанию. И заодно, уж не знаю, как вы это оцените, хорошо это или плохо, на жилой инспекцию. На жилой инспекцию. У меня есть масса комментариев, естественно, которые я вижу в интернете. Кто-то пишет, что нужно начинать с обращения к мэру с просьбой ввести режим в чрезвычайную ситуацию по благоустройству. Это уж люди от отчаяния. Ну, просто не знаю, я о чём и говорю, люди просто не знают, как на этот весь ужас реагировать. Вы писали, что давайте составим список телефонов, куда в таких случаях нужно звонить, если ты видишь этот снег. Правда, потом вы же и говорили, что он на каждом шагу, практически через здание, можно увидеть. Писали там же люди, а кто такой этот человек, который занимается там, который зам главы муниципалитета по жизнеобеспечению, кто вообще за это отвечает. Покажите нам эти лица, кому бежать, кому кидаться, кому обращаться. Обращаясь к тому, что заведены уголовные дела на сотрудников управляющих компаний. Действительно ли вы считаете, что именно они в ответе за то, что происходит сейчас? Да, они в ответе, я считаю, совершенно верно, что на жилы инспекцию завели, потому что она обязана обеспечивать, координировать всю эту работу, организовывать. И по факту мы видим, что это сделано безобразно, плохо или вообще никак. Поэтому это абсолютно верно сделано, я считаю. А вот то, что сейчас сказали, что вот телефоны размещать и так далее, об этом я уже не раз говорил, что власть информационную работу практически никакой не ведёт. Нет, это отсутствие информационной работы. Вот я для себя сделал, разместил в Фейсбуке. А это вы составили? Да, и попросил сделать перепост вот такого. Вот почему наши органы этого не сделали? Вот во все СМИ, везде видны места. Вместо, вот это, которое уже глаз замылилась, табличка «Осторожно, сколько снега», в которой люди уже никак не реагируют. Вы знаете, для чего вешаются эти таблички? Я знаю, для чего, это чтобы как бы вину свою замазать. Вот, вот основная цель. Да, то есть если же что-то упало, да, мы же табличку повесили, вы сами виноваты. Вот вырисовывается цепочка сейчас такая. Вот хочу я понять, это начало всё-таки цепочки эти звенья, управляющая компания, далее жилой инспекция, ведь она на этом не заканчивается. И управляющая компания, и жилая инспекция подчиняется тому. Нет, у нас есть ещё районная администрация, есть городская администрация, есть мэр города. Вот они, их роль. Их роль – это организация, координирование всей этой деятельности и спрос, конечно, безусловно. Как вы оцениваете эту, как они выполняют свою роль по организации, координированию? Ну, видно, что никак. И я вот здесь у вас уже в эфире говорил, сам этот парадокс для меня, если вдуматься, заключается в том, что в Кирове снег выполнен впервые за 10 тысяч лет. Он каждый год выпадает, каждый год это же самое. То есть эта работа неорганизована абсолютно, всё на авось, вдруг пронесёт. Ну, ничего не проносит. И потом, вот мы знаем с вами несколько случаев, когда на детишек падал снег, да, но наверняка есть немало случаев, когда на взрослых упал снег, просто об этом СМИ молчат, не видят, не знают людей. Попали в травму, лечатся, а некоторые, не знаю, наверняка такие случаи есть. Ну, конечно, мы тут это дело обсуждали, и в отсутствие интернета в какие-то там времена говорили о том, что, в общем, снег падал не реже, и страдали люди тоже не реже. Но разве от этого легче? И что, мы должны вернуться теперь в прошлый век, а то и в позапрошлый? Если сейчас появился интернет, то мы вдруг об этом узнали. Давайте с этим смиримся? Нет, мне кажется, в городском хозяйстве, и что, вот в уборке кровли и так далее, да, вот в этих делах, и также, вот я тоже говорил, повторюсь, вообще в уборке города, в дворниках, нужна революция, нужно кардинально менять, потому что то, что существует, то не работает. Не то, что плохо работает, но вообще не работает. Да, условия революции вы знаете. Ну и революции... Верхи не могут, низы не хотят. Откуда сейчас должна пойти течение? Это люди должны возмутиться, выйти и стучать в двери? Все вместе должны. И городская власть, и народ должны вместе собраться, и что-то... А власть городская должна предложить, что она может сделать и что нужно сделать. Все же там специалисты есть. В конце концов... Есть ли какие-то шаги от городских властей, что они вот сейчас хотят что-то предложить и как-то хотят менять ситуацию? Пока нет. Пока не видно. А не является ли это все-таки, чтобы никого не обидеть, потом не быть привлеченной, как минимум халатным выполнением своих обязанностей стороны городских властей? Ну, ну... То, что они не предпринимают достаточных шагов, чтобы эти ситуации не возникали больше? Нет, оно, скорее всего, так и есть, и власть как бы, ну, по накатанному работает. Ну, вот оно как бы было так, ну, вот оно так всегда и есть. А менять ничего не хочет. А назрелая необходимость менять кардинально, я считаю. Вот я в десятый раз повторяю. Вот я убежден, и меня никто не приближет, что дворники на улице должны работать в 8 часов в нормальный рабочий день. Вот я съехал сюда, два дворника я видел в городе, которые убирают снег вот рядом с вашим зданием. Около нашего здания замечательный дворник работает, он прекрасный. Дальше, вот смотрите, есть какое отношение, я тоже в фейсбуке писал, может быть, вы видели, есть какое отношение людей к уборке снега, здание, потребка операции на Комсомольской. Все, весь снег вычищен, вывезен, вообще чисто. То есть люди сами, никто их не пинал, ничего взяли и сделали. Вот городская администрация вот такую работу должна проводить со всеми коммерческими структурами, владельцами зданий и так далее. Но, Николай, вы сейчас на что толкаете городскую администрацию? Чтобы они снова, а чтобы они простимулировали коммерческие организации или там жильцов домов, чтобы у тебя выходили на уборку снега? Ну, не то, что простимулировали, а заставляли их, потому что это критическая ситуация, когда снег на голову валится. Серьезно? Такие люди ходить не могут, конечно. Вот в этой критической ситуации это единственный способ, который вы видите? Нет, 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 единственный, наверное, скорее всего, не единственный, наверное, скорее всего, это вот то, что революцию говорю я, это один из элементов, который должен быть вот по типу революционных движений. Потому что это, ну, до изменения надо, ну, очень много. Но это нужна техника, нужна новая организация работы дворных. Так то же самое говорят, на самом деле, представители власти. Нужна техника, техники не хватает, а структура, которая была создана, вот эта контракта с управляющими компаниями, она подвела... Нет, нынче прошло уже, перескоков нынче озвучил, что они там, по-моему, если память не изменят, на 15 миллионов хотят закупить малой техники для уборки тротуар там и так далее, но, скорее всего, это мало, это там 3-4 машинки будут всего. Это явно недостаточно. Вы знаете, я тут с одним из наших спикеров, когда разговаривала, после очередного, теперь уж, к сожалению, можно говорить, очередной случай, следующий случай, там, предыдущий случай, очередного падения снега на ребенка, между прочим, сенатор нашей области. И он сказал, что да, та система, которая была выстроена по работе с управляющими компаниями, господин Тимченко это был, она оказалась неэффективной, мы это сейчас видим, нужно придумать новую, ну, примерно то, что вы говорите. Я говорю, ну, а кто ответит за то, что старое было выстроено неэффективно, и сейчас мы пришли к таким результатам. Он мне сказал, что чего там, как бы, смотреть в прошлое, и кого-то наказывать за это, нужно с чистого листа практически подходить к этому. Вот, Николай, я, крови, видимо, хочется, да? Я хочу вас спросить, еще раз возвращаясь к вопросу о наказаниях, да? Наказание управляющей компанией и сейчас жилой инспекцией, они приведут к требуемым результатам? Сразу нет, сразу нет. Есть и ответственные, которые сразу же возьмутся и будут что-то делать, исправлять, а есть и безответственные, которые и наказание не поможет. К сожалению, оно так же. Кто должен стукнуть кулаком и сказать, ты, ты, ты отвечаешь, мэр? Да. Он, по большому счету, мэр за все отвечает в городе. И сам сказать, браться? Да, да. Да, лично проехать каждую управляющую компанию, переговорить с управляющими компаниями, по зданиям проехаться. И пройтись под крышами этих домов? Да, вот я не раз тоже вспоминал, вот Лужков, пример работы. Он постоянно был в движении, он на месте не сидел. Он постоянно ездил по стройкам, по зданиям, по площадям, там, и так далее. Сам лично все контролировал, сам лично порядок наводил. Наверное, вот это и надо делать. Следующий вопрос, который хочется мне вам задать, это... Я основываюсь в большой части... Можно я по этому вопросу, вот этот момент сказали... Даже нужно. Тимченко говорил, что еще старое вспоминать. Я считаю, что старое надо вспоминать, когда мы придем вновь в крупном избирательном. Вот она старое вспомнить и соответствующий вывод сделать. Нет, это он на мою реплику, что не надо ли наказать того, кто, собственно говоря, выстроил эту систему и вообще... А его не найти. А его не найти. Да нет, эта система выстроена, по-моему, в Советском Северном Севере. Знаете, как у нас просто принято, так бывает, это все было построено еще до меня. Я ни за что ответственности не буду. Да, примерно, да. Нет, здесь виновных не найти. Надо сказать, что Николай очень активно работает в Фейсбуке. Я рекомендую как-нибудь подписаться на него, посмотреть, что он там постит. Потому что, да, много проблем поднимается. И у меня тоже сегодняшний вопрос в большой части основан на том, что вас интересует, что вы постите в Фейсбуке. В частности, буквально недавно вы сделали перепост от новых известий о том, что с 1 марта в силу вступают поправки в земельный кодекс, согласно которым предпринимателям станет легче арендовать у города муниципальную землю, а распоряжение участками придомовых территорий переходит на уровень органов местного самоуправления. Активно 1 марта, надо сказать, ребята, вот буквально совсем скоро-скоро-скоро. Я уверена, что практически 99,9% горожан в Кирове вообще не знают, а если и услышали, то не понимают, чем это грозит. А там же, значит, в комментариях к этой статье в новых известиях, и, по-моему, даже в самой статье было написано, что активные москвичи уже подняли тревогу, потому что считают, что закон направлен на обогащение властей, аффилированных с ними предпринимателей. Теперь в дворах можно будет точно возводить башни, а также платные стоянки автомобилей и другие коммерческие объекты. Как вы себе вот это все представляете, как вы видите эти поправки в земельный код? Я представляю себе, что, наверное, еще хуже будет. Вот просто представьте, ваш дом стоит, и рядом придомовая территория вдруг появляется какой-то частник, который, в принципе, может сделать там все, что угодно. Он может эту землю, территорию огородить заборчиком, поставить. А на основании чего он это будет делать? А потому что его собственность станет. То есть он обращается в муниципалитет, и на основании новых поправок. Муниципалитет ему говорит, да, конечно, вот бери. Скорее всего, да, но... Я не юрист, и здесь надо внимательно закон смотреть. Я не исключаю, что там прописано, что это должно быть в согласии жильцов. То есть жильцы должны собрание дома провести. Если они не против, то, значит, это участок. Дальше эта придомовая территория, как я понял, она может и делиться на куски. То есть не вся вокруг дома там, а один кусок одному, другой, другому, третьему. То есть вот это тоже возможно. Но учитывая то, как у нас жильцы собираются на собрании, и как принимают решение, но я знаю, по своему дому, что, ну, процентов 10-15 она приходит, одни и те же, остальные просто не ходят. А остальные вспоминают тогда, когда уже эта свечка стоит у себя во дворе? Да, 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 да. То есть здесь вот активность. Опять же информационная работа нужна, которой нет. Да как кто в ней заинтересован-то в этой информационной? Ну, в данном случае сейчас и управляющие компании заинтересованы, и жильцы сами заинтересованы. И город просто должен проинформировать людей, что люди у вас... Разве город в этом заинтересован? Я считаю, тут не той категории на как бы рассуждать, заинтересован или нет. Он обязан это делать, информировать людей. Нет, уж давайте порассуждаем и в этой тоже категории. Наверное, город заинтересован. Конечно, есть инвесторы какие-то небольшие, которые согласны купить какой-то колчевой земли, на нем что-то построить. Так а зачем об этом говорить гражданам? Если можно будет просто отдать инвесторам. А граждане, раз они такие неактивные, мы знаем эту историю про публичные слушания. В прошлом году... Граждане проглотят, ну, повозмущаются, и так и останется. Так. К этому, наверное, перейдем, скорее всего, к сожалению. Напомню, что поправки вводятся к федеральному закону номер 171, который принят был в июне прошлого года. И вот теперь надо сказать, что эта придомовая территория, если граждане безнадзорные ее оставят, смогут же отторгаться на более легких основаниях, и там можно будет строить различные объекты, заинтересованные... Ну, чаще, чаще. Они могут быть хорошие, а могут быть... Могут быть, и плохие. И так же. Ну, удобные и неудобные, да, скажем. Ну, плохие, такое понятие непонятно. То есть проглотят... Конечно же, свечной заводик никто там строить не будет, но вот что-то какие-то... Но свечечку пристроить можно. Могут, да, это могут быть. Или гараж. Или гараж. И так далее. Какое кафе поставить? Да. Кстати, говоря снова о гаражах, это любимый мой конек, я очень часто, значит, на него сажусь сверху. А что касается парковок, вот сейчас в особенность, особенно, да, вот этой зимой, просто какое-то безумное нашествие машин, а еще при том, что сужается проезжая часть и заваливаются тротуары, тротуары, кажется, что их стало больше как минимум в два раза, а то, я не знаю, может быть, в три, в четыре. Да нет, их столько. Ну, ощущения, да. И парковки строятся. И, в частности, строятся в нашей любимой Засоре, да, где, помните, оздоровительный культурный центр. Да, да, да. Закладывался, и какое-то шевеление вот сейчас там снова началось. Ну, там сейчас будет парковка. Объявление уже там на домах прилижающих выкладывалось, она, видимо, будет... Это парковка в том числе или только? В том числе. Многоярусная парковка платная. Это не парковка для центра, а это практически гаражи такие, да, а враг Засора. Вот я шла, и у меня такая ломка сознания происходит. С одной стороны, все еще жалко и скребет на сердце, что деревья повырубали и вырубят, видимо, все абсолютно в Засоре. И однозначно, раз если там будет парковка такая многоярусная, платная, гаражи, то никакой прогулочной зоне говорить не приходится, потому что задымление, это же не Зина, да? С другой стороны, ты смотришь на все эти машины, в огромное количество припаркованные под этими сосульками, и понимаешь, что куда-то их нужно девать. Может быть, тогда нам уже успокоится, Николай, и перестать думать, что в современном городе, мегаполисе, с натяжкой, так если можно назвать город Киров, нужно сказать, что все должно быть укатано под асфальт. И, ребята, давайте мы настроим парковок где только можно, зато у нас будут свободными обочины, и у нас будут там какие-то репланы. Ну, значит, разве я ваше сомнение, обочины свободные все равно не будут. Это раз, это я убежден. Второе, в городе, в любом, в том числе и в Кирове, есть определенные зоны, на которые все должно быть наложено табу, и они не должны никогда трогаться. Года четыре назад, когда я был в городе администрации, мне прямо в лицо сказали, я спросил, а что по врагу за ссоры, мне сказали, это там какой-то памятник, природой и так далее, его ни в коем случае нельзя трогать. И как будто бы я ему напомнил про него, через полгода начали там движение, и началось все застроительство. Вот кто виновен. Николай пришел в город администрацию и напомнил, что можно использовать за ссору, как же так? Так что нет, здесь, во-первых, сами горожане виноваты. Опять? Ну да, ну я не полностью виноват, но вина есть определенная, когда машина, я понимаю, кто-то припарковался плотненько где-то у газончика встал там и так далее, а если бросают там полуметре, метре от газона, ой, от бордюра, машину, оставляют где попало. Опять горожане виноваты? Часть, да. А также, опять же, администрация и мэр. Ну да. Они что, не видят? Они же дают разрешение? Они, ну я не знаю, мэр видит или не видит, или глава администрации, как они передвигаются по городу, я вот их ни разу не видел в городе. Они могут просто не знать, что за ссори ведется строительство, в частности. Вы знаете, года 3-4, наверное, назад видел такой ролик, сюжет, журналистам пожаловались, что у автовокзала очень грязно на тротуарах. И показывают сюжет, приезжает, значит, глава города вместе со свитой, приезжает из Волги, он выходит ногой, раз так на асфальт, он, правда, грязно сел и уехал. Что вы предлагаете? Я предлагаю мэру постоянно ходить по городу. Пешком. Пешком ходить по городу. И мэру, и главе администрации, и замам. На год лишить мэра, и главу администрации возможности пользоваться автомобилем? Хотя бы, хотя бы... Нет, не так, не так. Здесь, ну, на... Служебным? Нет, здесь на... Пусть ездят на общественном транспорте и ходят пешком, тогда все узнают про себя и про город. Все это проще делается. Сделать с 9 утра до 17 вечера служебный транспорт, пожалуйста, в остальное время езди пешком или на общественном транспорте. То есть на работу с работой, как полагается. То есть на работу с работой общественного транспорта... Вот вспомните Бакатин, Бакатин у нас до сих пор вспоминает. Я уже не вспомню. Но вот я до сих пор вспоминаю, он чем отличался? Он весь город пешком исходил. Его никто не мог, я думаю, что называться на Микине провести, он был в курсе каждого упавшего заборчика и так далее. Я уверена, что Владимир Васильевич тоже в курсе. Может быть, не насчет каждого упавшего заборчика, а насчет строительства свечек и... Одно дело, быть в курсе, а другое дело, своими глазами посмотреть. И что? Посмотрел, сказал, строят как хорошо, замечательно, молодцы, строят. Но вы верите в это, Николай, что это без ведома главы администрации и мэра города проявляется? Верю. Верите? Серьезно? У них же под носом это происходит. Серьезно, ну и что? А имеется в виду, что засор или упавший заборчик? Ну, заборчик-то, конечно, трудно заметить. Нет, у нас же пошупавшие заборчики. То, что засор, это естественный вкус. И я видел сюжеты, архиектор говорил про засор. И он говорил, представил план, проект, макет, чертежи были показаны. А потом у него промелькнул, он сказал, но я не уверен, что будет именно это реализовано. Рудцова то же самое сказала, что проект... А это уже введение горожан в заблуждении. То есть показывают одно, а на самом деле строят другое. Вот что касается как раз города и вот этой самой красоты. Потому что и упомянутый нами овраг, и мэрия, они находятся в представленном обсуждении, еще там, по-моему, в начале этого года или в конце прошлого года, проекте исторического поселения города Кирова, судьба которого мне лично до сих пор неизвестна, судьба этого проекта. Там были описаны, причем хорошо, с фотографиями здания, которые нужно взять под охрану, нужно реставрировать, ну или как минимум поставить на учет, да, как историческое историко-культурное наследие. Я так и не поняла, до 1 февраля должны были обсуждать и принимать какие-то предложения. Я так и не поняла, определили у нас историческое поселение или нет. Границы определены, и они даже шире, чем предполагалось. Они утверждены или они все еще вправе? Вот насчет того, дума приняла или нет, я вот это я не уверен. Потому что я не думаю, что дума там приняла, потому что я помню прекрасно, очень ведь просто, мы живем в этом городе, помню прекрасно, что была фотография здания, находящегося на перекрестке молодой гвардии и свободы, и там целый комплекс исторических зданий, а после этого, вот буквально не так давно, был представлен проект с разрешением на строительство, со сносом этих зданий и постройку жилого. Я, насколько понимаю, это идут отголоски того, что раньше вершилось. Если же участок раньше был выкуплен, и то владелец этой земли, он имеет право строить то, что он там считает нужным. А зачем тогда? И сейчас, что заменять, это, во-первых, неправильно, а во-вторых, уже поздно. Николай, а зачем тогда эта вся работа была продвинута? Ведь под каждым таким тогда историческим зданием, возможно, уже продан участок или сдан в аренду. Ну, вряд ли под каждым, но наверняка еще такие найдутся. Кстати, вот на углу Воровского и Ленина, то, что многоэтажку-то строил, вот они же доказали власть, в принципе, что вот это было там еще в 2006 году, эта земля была... Мне кажется, власти достаточно просто это доказать, нет? Если захотят, то, в принципе, да. Потому что, что касается границ исторического поселения, то тут приходящие к нам и депутаты, и архитекторы говорили, что четко был, были очерчены до границы еще в советские времена, потому что потом куда-то исчез этот документ. Да, да. Я о чем говорю, что это последствия вот того безобразия, которое творилось в Вере, когда все раздавали. Ну, и вот... Не глядя на границы эти. Вот такое ощущение, что все равно никто ни за что не отвечает, и непонятно, что с этим было сейчас, в том числе и с историческим поселением. Ну, я банально опять повторюсь, на выборах мы должны проявить только выборами все решается. Хорошо. Следующий вопрос у меня как раз будет связан с этим самым историческим поселением и с лицом города. Речь идет о том, что сейчас регионы на перегонке соревнуются в предложениях, которые выставляются, так можно сказать, широкому зрителю, нам, россиянам, я имею в виду туристические продукты. Поскольку изо всех эфиров сейчас звучит, что вот, ребята, сейчас мы будем развивать внутренний туризм, значит, внешний туризм сократился на 80%. Да, у нас своего полно и замечательно вообще все прекрасно есть. И правда, регионы уже начинают заявлять, там, главы регионов, что вот в Перми, посмотрите, у нас это, там Татарстан всегда блистал, Алтай тоже все хорошо. То есть к нам, к нам, к нам направляем сюда потоки. Вот город Киров, а тут город Киров, да, он тоже, наверное, озаботился, но я точно знаю, что и область озаботилась, тем, кто... Я тоже точно озаботился. Вот, да, вы знаете, точно озаботился о том, что необходимо создать туристический продукт, который будет привлекать туристов в Кировскую область, в город Киров. Какими вы видите эти туристические продукты? Чтобы мы были конкурентоспособны. Вот я вам даю две минуты подумать, и после этого, после рекламы, мы зайдем с ответа. Особое мнение на 101FM Продолжается программа «Особое мнение». Меня зовут Светлана Занько, и свое особое мнение сегодня высказывает член общественной палаты Кировской области Николая Пихтя. Мы заговорили о внутреннем туризме, так плавно перейдя от того, что непонятно, есть у нас историческое поселение в городе Кирове, нет исторического поселения, но понятно, что наличие этого исторического поселения и наличие это старых домов дает хоть какую-то гарантию, что город сохранит свое лицо историческое, потому что его не будет, если, то у нас тут не, там, какой бы город, не Бангкок, не Сингапур, сюда не приедут на новую архитектуру. У нас практически уже нечего и сохранять. Так, тогда, исходя из этого, каким может быть туристический продукт, который привлечет в Киров и в Кировскую область туристы из России? Мне даже трудно представить, вот эти банальные, которые у нас постоянно идут, ДМК и так далее, ну, вряд ли приедут. Понимаете, я разговаривал с людьми, которые занимаются этими вопросами, им свое мнение высказывал, которое заключается, в принципе, очень просто. Нужно смотреть с точки зрения жителей Аваровани, Живуяновска, Якутии, которые захотели здесь, в России, куда-то отдохнуть. Вот почему они выберут пятку? Ну, не знаю. Вот никто не знает. То есть нужно такую изюминку находить, чтобы... Николай, знаете, в чем ужас? Вот мы сидим, два таких с вами, в общем, вполне себе патриота нашей земли. И говорим, не знаем. Не знаю. Что показать, что предложить? Вам сейчас, Павел Николаевич Сердцеву, например, сказал бы, да как же, у нас есть Рябова, у нас есть Глинышек, у нас есть Катерич, Словацкую. Вот давайте возьмем человека, который приехал, все же собрался и приехал сюда в Вятку, на поезде, на самолете или на автобусе. На автовокзале, в вокзале он что-нибудь увидит, приглашающие его отдохнуть куда-нибудь. Вот это Рябово и все. В серых одеждах, спешащих, загруженных, переживающих. В киоске увидит там часть дынковской игрушки или еще что-то. Никаких приглашений. Он сможет куда-нибудь по турпутевке в Кирове съездить? Скорее всего, ему скажут, вот сейчас группа сформироваться через 2-3 месяца, может быть 15 человек, а может быть вы съездите. То есть человеку нет никаких маршрутов, не прописанных. Вот она прошлой неделе собиралась круглый стол в общественном палате. Я к сожалению. А о результатах этого круглого стола вам что-то известно? Нет, я пока не знаю ничего. Ну результаты быстро ожидать, наверное, не стоит, но я не знаю, я не был. У меня так получилось, что я уже поехал на стол и не остановился. А от кого или от чего нужно дать результатов? И вообще, нужно ли впрягаться в эту гонку, да, борьбой за туриста российского? Кировская область? Вы знаете, я прихожу к такому выводу, что, наверное, и брат с ней стоит. Ну нет у нас изюминки, нет. Нежели там в Перми, где там есть пещеры, там еще что-то есть. Ну у нас, ну нет. Вот я совершенно с вами не согласна, потому что я считаю, что котельническое местонахождение париозавров это просто бомба. Ну смотрите. Но как она, этот, там продукта нет. Светлана, уже несколько лет говорим о режиме работы музея. Вот представим себе, приехал, ну командировочный, днем он делами занят, вечером ему надо отдохнуть. Музей до 6 часов, после 6 все закрыли. Ну погодите, сейчас все позакрываются в музее, мы же видим, реорганизация-то наступает. Это уже другой вопрос. И один, может какой-нибудь, будет круглосуточно работать. Другой вопрос, согласна. Я сомневаюсь. И музеи наши с натяжкой можно назвать какими-то выдающимися, правда? Ну, нет? Воснецово разве что, ну вот это вот, палеонтологический. С париозаврами вы согласились, да? Да, ну это уникальный, конечно, музей. А вы же постили в Фейсбуке, что на России... Но дело в том, что, смотрите, вы были это в этом музее? В каком? В палеонтологическом. Да он меня мало интересует, но я была на местонахождении палеонтологов. Ну, 30-40 минут я там времени увидел. Согласна, что это, конечно, не палеонтологический музей города Москвы. Для туриста это... А само местонахождение, это могло бы быть уникальным продуктом. В Котельниче, да? В Котельниче. Да, ну там что-то в дело, но как-то отзывы были, что очень так... На самом местонахождении ничего не делается. Тогда хорошо, малые города. Вы сами постили в Фейсбуке, что, вот вы привели пример, что на развитие древних российских городов выделяется правительством 200 миллионов человек, и вы сказали, Слободскому бы... Слободской бы в эту программу... 300 миллионов. 200 миллионов. 200. Слободской в эту программу попал бы, было бы замечательно. Да, Слободской я очень уважаю город, очень мне нравится, это вообще уникальный город в России. Вот видите, вы уже заговорили о том, что уникальный. То есть вот изюминка. Мы говорили про Киров. А на Слободской, вы заметите, ни в одной туристической На Кирове вы крест поставили, давайте про Кировскую область. Ни в одной туристической программе Кирова я Слободской особо и не видел. Они в принципе есть, эти туристические программы, но на кого они направлены? Ну вот видите, вот вы СМИ, вы не видели, я вообще СМИ я тоже не видел. Кто их видел, я не знаю. Нет, я как мама видела, я тут рассказывала в эфире, я вижу, что наше турагентство для школьников предлагают Слободской турпоездки. Ну такие автобусные, это, это, это показать. То это, конечно, не конфетка, которую можно выкладывать на туристические программы. Я считаю, что Слободской возродить надо бы. Мы определились с двумя объектами, Слободской и Котельническое местонахождение полезное. Ну, Котельническое, да очень узкое, ну, ладно, далеко не каждый поедет, а Слободской, да, это уникальный кубический город, старый. Так что у вас там в Слободском, кто живет? Нет, мама там живет. А, все? Я там жил, нет, ну мне сам, не в этом дело, мне сам по себе город очень нравится. Я знаю, Слобожан, они самые большие патриоты из патриотов, какие могут быть. Мне кажется, кинуть клич в Фейсбуке Слобожане всей России, давайте скинемся, и вы наберете 200 миллионов на то, чтобы этот город восстановить. Но пока, как я вижу, с туристическим продуктом все грустно, да, потому что вы говорите. У нас остается не так много времени, сразу скажу, остается буквально 7 минут, 8. Что хочу еще сказать? Ну, про музеи, как вы сказали, что тут говорить, тема другая, хотя, может быть, пару фраз вы каких-то и скажете. Мы понимаем, что идет тенденция к реорганизации кировских музеев. Нам звонили из разных музеев, опасаясь приходить в эфир, потому что люди говорили, вот нас будут реорганизовывать, мы не знаем, что с нами будет, кого уволят, закроют, не закроют. Павел Николаевич Сердцев на прошлой неделе пришел, все сомнения развеял и сказал, что пока закрывать все музеи не будет, будет реорганизован административный аппарат, на этом сэкономим. Достаточно ли будет, как вы считаете, экономия на административном аппарате, чтобы все вот эти наши музеи сохранить, а еще, может быть, что было бы лучше, там, реставрировать как-то, потому что даже их крышу не чистится, честно вам сказать. Вон я видела на приказной избе, Николай, там такой сугроб, что лучше не подходить. Светлана, понимаете, если делать какие-то преобразования в музейной сфере с целью того, чтобы сэкономить деньги, ну, это как-то несерьезно. А если же делать преобразование с целью, чтобы улучшить работу в музеях, это бы я одобрил. Как улучшить работу в музеях? Учитывая, что они убыточны. Мы с вами говорили, это привлечение людей, это информация, это создание брендов своих, это увеличение рабочего времени. Например, по-моему, ну, какой-то я забыл области сейчас, там очень мудро сделали музеи, чуть ли не в Перми. Там они работают с утра до обеда, часа 3-4, перерыв у них на обед большой, чтобы в работе не могли сидеть и домой, и вечером работают, потому что люди вечером находятся. Вы пойдете в 333-й раз в приказную избу? Я про приезжих говорю. Для приезжих. Я вам расскажу такой пример интересный. В Слободском вот есть музей краеведческий, я тоже считаю, очень уникальный музей. Который сейчас уедет со своего места, если уже не будет. Я в то время там жил, и мы, ну, дай бог не соврать, но в год я 3-4 раза там бывал. Хотя там особо ничего не меняло. Там атмосфера очень хорошая. Ну, там ведь в каком здании находился этот музей? Старое церковное здание. А вы знаете, что их оттуда отправили? В подвале, да, и так далее. Нет, пока не было. Ну, вот это было в прошлом еще году, я не знаю, съехали или не съехали, но здание возвращают в церковь. Это плохо. Ну, кто знает, плохо или хорошо. Ну, так сказать, тоже музей может быть. Вы серьезно считаете, что изменением времени работы музеев можно поднять проходимость в них, и это обеспечит какой-то приток денег? Это одно из сравнимых. Это одно из. А что еще? Менять экспозиции постоянно, приглашать интересных людей. Запасники свои достать, наконец. Мы, кстати, вот блогерами хотели попасть в запасники, нас не пустили. Интересно посмотреть, что находится. Ой, вот надо договориться с тем же Павлом Николаевичем, чтобы блогеров пустили в запасники. Мне кажется, очень интересно, в музее Восемьцового посмотреть запасники. Наверное, да, и не только там. Как вам нравится вот эта идея, которая была уже озвучена, видимо, решение, не просто идея насчет кунсткамеры, экспозицию, которую частично или полностью передадут как раз в запасники Кровейческого музея, а само здание кунсткамеры будет постараться найти инвестора для того, чтобы там что-то происходило. Светлана, я не знаю, то ли это к стыду, то ли к огорчению. Я в Кирове сколько живу, я ни разу не был в кунсткамере. Вопрос кунсткамере, а не ко мне. Значит, они не смогли меня завлечь. Ясно. У нас стоит совсем немножко времени. В России до конца года могут ввести налог на интернет. Это новость, которую сегодня все обсуждают. 300 рублей в год за использование контента интернета, это и музыкальный, и киноконтент, и любого другого, с любого, с каждого места, где ты работаешь. То есть это планшет, телефон, компьютер, тебе три раза по 300 нужно платить в год. Деньги будут перераспределять специально лицензированная большая организация, которая будет следить за авторским. Эта организация разрастется до таких масштабов, что распределять-то ничего будет. Она все съест. На чиновниках, на машины. Да, причем принять вот эти вещи по налогу, Министерство культуры рассчитывает подготовить документ до конца апреля и принять, соответственно, достаточно быстро. Во-первых, у меня три коротких вопроса и три коротких ответа. Во-первых, примут или нет? Сомневаюсь. Сомневаетесь. Во-вторых, вы лично готовы платить 300 рублей в год за использование контента из интернета? Надо было не 300 рублей делать, а 1030. Было бы смешнее и интереснее. Ну и все-таки, какие-то деньги вы готовы платить за авторские права? Тогда на каких условиях? За авторские, пусть авторские права лучше защищают. Тогда, да, пожалуйста. Если человек хочет взять произведение какое-то авторское с соответствующей защитой, он заплатит деньги, чтобы эту защиту пройти и получить этот продукт. Третье, если примут, найдутся ли обходные пути для того, чтобы не платить за контент? Обходные 100% найдутся. Тут даже сомневаться не надо. Во-вторых, я технически не вижу, как это можно сделать все. Дальше там в этом проекте говорится о том, что будут увлекаться, например, детям. Ребенок ходит с телефона, он как... А телефон у нас, мы на дети не имеем сами. Они на родителей все оформлены, на родственников. То есть как это контролировать будут, я вообще не представляю. Ну, вообще 300 рублей не так ведь и много. Это кажется так. Если это полностью нивелирует... А за что мы сейчас... И у нас будет свободный доступ к лицензированным фильмам и так далее. Не будет его. Не будет. Не будет. Ну, вы бы поверили, если бы платили не 300 рублей, а 3000 в месяц? Нет. Нет? Обходные пути запросто делаются. И вы есть. Ничего изобретательного. Это очередная группа. Если вот вокруг интернета то хотели сайт, и за каждый сайт что платили. Потом недавно прошло предложение такое, что вообще интернет в России сделать бесплатно. Ну, здесь опять вот сейчас эта возня постоянно идет. Раздражает она вас. Очень даже раздражает. Давайте я вас порадую просто сообщением, замечательным, на мой взгляд, совершенно сообщением, которое, наверное, многих наших слушателей порадует. На 300% выросла выручка компании «Могарыч» в минувшем году. «Могарыч» — это челябинский завод бытовых товаров, который производит домашние дистиллианеры. С чем можно поздравить нас с вами? Спрос растет. Кризис особенно. Это нормально. Явление в кризисные времена. Спрос на такую продукцию возрастает. Это нормально. Единственное, что люди должны четко знать, что продавать это нельзя. Для своих нужных потребляет Ролли Бух. С чем нас и поздравляют. Особое мнение членов общественной палаты Кировской области Николая Пихтин. Сегодня мы слушали. Я, Светлана Занько, прощаюсь с вами. До свидания.